Вкусные, мягкие, простые и легкие в приготовлении – воденики. Итак, приступаем! Для начала нарежем примерно 750 грамм картофеля, для того, чтобы картошка быстрее сварилась. И складываем в кастрюлю. Нарезав весь картофель и убрав его в кастрюлю, ставим кастрюльку на газ. Солим. Далее берем 350 грамм или 540 мл муки. Высыпаем в емкость, в которой мы будем замешивать тесто. Вливаем 180 мл кипятка. Добавляем 3 столовые ложки масла. Замешиваем. Мешаем, пока вода не впитается, а кипяток немного остынет. Вываливаем тесто на рабочую поверхность. И продолжаем замешивать тесто уже на рабочей поверхности. Вымешиваем тесто несколько минут, примерно 3-4 минуты. Вот такое тесто у нас получилось. Мука или вода больше не добавлялась. Все получилось ровно. Убираем в пакет и оставляем минут на 20-30. Картошка варится, тесто нас будет ждать, пока не сварится картошка. Мы немного наливаем масло в сковороду и приступаем к нарезке лука. Нарезав лук, ставим сковородку на газ и начинаем обжаривать лук. Не забываем помешивать, чтобы не пригорело. Картошка сварилась. Лучок готов. Выключаем и то, и другое и сливаем воду с картошки. Воду слили. Добавляем лучок. И немного добавляем молока. И начинаем разминать. Яйцо пока не добавляем, картошка слишком горячая. Для начала разминаем так, а потом добавим яйцо, чтобы яйцо не сварилось. И теперь разбиваем яйцо. И продолжаем мять картошку дальше. Картошка делается пушистой и мягкой. Разминаем как следует. Все, картошку помяли. Мягкая, пушистая. Оставляем в сторонку, без крышки. Пусть остывает. Тесто постояло. Достаем его. И отрезаем половинку, которая нам пригодится. А другую половину пока что убираем обратно в пакет. Слегка посыпаем стол мукой. И начинаем раскатывать тесто. Из-за того, что мы приготовили заварное тесто, его можно хорошо раскатать до тонкого состояния. Раскатали. Начинаем делать заготовки. Кружочки. Наделав заготовок, берем одну и накладываем в нее картошку. И формируем привычный всем нам варенчике. С таким тестом также можно приготовить разные вареники. С простыми краями или же можно подворачивать краешки. Кому как удобно. Слепив половину вареников, чтобы не затягивать готовку, отвлечемся на минутку. Для того, чтобы нарезать лук и обжарить его в сливочном масле в перемешку с растительным. Чтобы было потом, чем полить вареники. Режем и ставим жариться. Количество лука на обжарку зависит от ваших вкусовых предпочтений. Добавляем сливочное масло. Помешаем. Пускай пока обжаривается. Пока мы лепим вареники. Закончив с лепкой, ставим воду на газ и подсаливаем. Ждем, когда закипит. Вода закипела. Пришло время забросить варенички. Как вареники всплывут на поверхность, варить около пяти минут. Готово. Вылавливаем. Вот так легко и просто готовятся вкуснейшие вареники. Кушаем и наслаждаемся. Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик. Также напишите в комментариях, а как вы готовите вареники. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!